Рыбалка Привет, друзья! Я Эдгар из Риги, и мое самое любимое занятие – это рыбалка. В этой и в следующих сериях я вам покажу самые рыбные места мира. Рига Рига фактически считается центром Прибалтики. И так как мы сейчас ходим по маленьким улочкам Старой Риги, вы уже догадываетесь, что эта серия будет посвящена рыбалке в Латвии. Через Старую Ригу мы направляемся на место, где лучше всего узнать, какая рыба в Латвии водится и, конечно, ловится. Вот мы и пришли. Это знаменитый центральный рынок города Риги. Здесь есть специальный павильон, где полно рыбы. Вот он, мир рыб. Здесь мы сейчас увидим все, что у нас здесь водится. Тут же можно посмотреть салака, которая водится в море. Рядом треска. Это все морепродукты. Даже маленькие камбалы. Рыба здесь в очень большом выборе. И та, которая водится в море, и также та, которая в озерах и реках. Нас, конечно, больше интересует озерное. Вот и карпы, и караси. И даже, смотрите, угря можно поймать. Тут же рядом и окунь. И, смотрите, королевского размера еж. Всем известная платва. И даже самы. Самая главная рыба в Латвии – это лосось. Не зря он даже отображен на монете. Посмотрите, какие красавцы. Но я сразу вижу, это не латвийский лосось. Это, скорее всего, норвежский, который выращивается специальным образом. Оставлю его здесь. И предложу всем поехать на то место, где водится настоящий природный лосось. Итак, мы в пути в сторону севера. Почти на границу с Эстонией мы едем. Это всего лишь каких-то 100 километров. И там будет очень хорошее рыбное место. Речка под названием Салатса. Которое очень много рыбы, в том числе и лосося. Сидим. Оставить пустым янтарный пожар. И так через час езды в незаветном местечке. Это городок Салатсгрива и очень-очень рыбая богатая река под названием Салатса. Итак, река Салатса. В данный момент мы находимся в низовье реки. С одной стороны море. То есть Балтийское море, Рижский залив. С левой стороны река. На реке рыбаки ловят рыбу своим способом, в море своим способом. Конечно, промысловый лов в Балтийском море распроцветает. И рыбу, которую вывозят с моря, тут же в небольшом заводе и перерабатывают. Что это за рыба? Я думаю, заедем, да посмотрим. Рыбу, которую ловят в Балтийском море, приходит сюда. Вот это килька. Латвийцы ей пользуются совсем по-другому, как нам всем привычно. Не солят, а делают из нее совсем другой продукт. Многим очень известный. Кильку вместо того, чтобы отправлять в соленый рассол, отправляют в специальную коптилку, где по специальной технологии проводится копчение. После копчения кильку уже не узнать. Это абсолютно другого цвета рыба. После специальной, очень специальной обработки рыба получается вот такого цвета. И вкуса очень специфического и очень знакомого. Ну, что же за рыба получилась после всей обработки? Вы, конечно, угадали. Всем известный шпрот. Мировой закусок. Ну что, со шпротами разобрались? Пора на рыбалку. Ловить лосося. А, дурная троечка. Весна в разгаре. И многие желают поехать на такую прекрасную реку, как Салаца, и половить здесь рыбу. Особенно потому, что весной здесь ловят лосося. Река Салаца длиной всего 100 километров, вытекает из озера Буртнекс и впадает в Балтийское море. Издавна сюда на нерест заходит балтийский лосось, а также кумжа. После осеннего нереста часть уходит обратно в море, но часть остается до весны. Апрель – это самая пора, когда его ловить. Средний размер рыбы 5-6 килограмм, но бывают особи, превышающие и 10 килограмм. Итак, мы на берегу нашей прекраснейшей реки Салацы. Как известно, в этом месте, в эту пору можно заниматься ловлей рыбы, спиннингом, ловить лосося. Конечно, только по лицензиям. Но ежели я здесь, тогда в пару словах о том, на что я буду ловить и как я буду ловить. Потому что я думаю, нет да нет, да кто-нибудь придумает сюда когда-нибудь приехать и поймать своего короля рыб лосося. Так как мы сегодня ловим все-таки очень крупную рыбу, посему и инвентарь должен быть соответствующих тестов. Всегда говорю, что мне на лосося нравится идти, потому что тут ноги, ничего не надо с собой. Вот смотрите, коробочку взял, в коробочке у нас приманочки. Ну вот фактически много, даже и не надо. Вот я, допустим, взял вот самые типичные блесна для этой реки. Они, кстати, недорогие, весом около 30 грамм. Сейчас высокая вода, довольно быстрая, посему надо иметь с собой разных оттенков, а также и груза. Когда пробуем ловить, тогда, конечно, стараемся и менять цвета. Есть что-нибудь поярче, есть немножко потемнее. Ну, есть какие-то интересные, вот красное с белым, с серебром. То есть, хищник-то есть хищник. Ежели красное ему под нос подсунут, я думаю, он может и не выдержать. Надо заметить, что настоящие рыболовы с собой берут по 20, по 30, по 40, даже 50 приманок, потому что все-таки много остается в реке. Но, ежели мы ловим такую королевскую рыбу, как лосося, тогда тут торги тут неуместные, ребята. Но что будем ловить? Честно говорю, сам еще не знаю. Возьму что-нибудь простенькое и средненькое. Вот такие ржавчины под тобиков. Довольно увесистые, небольшие. Мы попробуем здесь половить кумжу. Здесь не слишком глубоко, посему, я думаю, кумжа тут должна быть. Опа! Что-то засиделся я тут с вами. Пора ловить. Многие спросят, а как же знать, куда кидать? Ну, в реку, конечно. Надо читать реку. Там, где поспокойнее вода, значит, там поглубже. Где побольше перекатов, значит, там помельче. Но, напротив, мы видим небольшую речушку, которая впадает. Это явный признак того, что рыба здесь любит стоять и концентрироваться. Вот тут-то и нужен длинный спиннинг и хорошая катушка, чтобы перекинуть эти метров 50-60. Это мы делаем очень легко. Ждем, когда приманка достигнет дна и начинаем сплавлять. И на каждый зацеп реагируем подсечкой, потому что любой подцеп может оказаться лосось или кумжа. Фактически само течение несет эту приманку, как бы сплавляя по реке. И если там рыба стоит, она должна среагировать. Погода сегодня классная. Вчера послушал прогнозы, аж не хотел сегодня ехать сюда. Чуть ли не снег, и 15 метров в секунду обещали. Но мы же рыбаки, мы не боимся таких перемен погод. Опа, нет, это был зацепчик. Но тем не менее, слава богу, погода как бы устоялась. И можно прекрасно проводить время и ловить прекрасных рыб. Время идет быстро. До нас доходит информация, что некоторые уже с рыбой. Ну вот как солнышко греет, лед давно ушел, рыба начинает пробуждаться, пробуждается у нее и аппетит. А река-то довольно-таки пустая в данный момент. И посему они реагируют очень хорошо на эти приманки. Пройдет некоторое время, белая рыба пойдет на нерест наверх по реке, и ее здесь в мае станет настолько много, что лосось уже не будет реагировать на искусственные приманки. Посему ловите его тогда, когда здесь нет другой рыбы. Опа, Ир! Ир! Сильвестр! Ох ты! Смотри-ка! Смотри-ка! Смотри-ка туда! В этих ситуациях надо стараться подбежать. Поближе к рыбе, потому что большое течение, могут отогнуться крючки. И главное соблюдать спокойствие. А небольшой, потому и очень активный. Спокойненько-спокойненько. И его стараемся небольшое вываживать как бы к берегу. Не давать ему уйти обратно. Спокойно подходим. И берем его за хвост. Давай! Дело сделано, ребята! 1-0. Вот так, 1-0. Еще не вечер! Еще не вечер! Вот он белый совсем, серебристый. Это хороший знак. Это свидетельствует о том, что он недавно зашел с моря. Он сильный, полный энергии. И начинает тут наводить свой порядок. Это совсем другое дело, такое поймать, чем просто вот прошлогоднего, который после нереста, тут такой серый, чуть живой. Это другое дело, это другое качество. Да, хорошо он цепанул. И, как видите, зубы у него... Ну, я успел даже на них наткнуться все-таки. Но они такие, как бы, не острые. Он скорее схватывает рыбу и придерживает ее. Хотя, я думаю, он сходу ее лопает. Это тоже, как раз по рту. Такие очень широкие, не стоит ставить, потому что, видите, у него даже рот не такой большой. Он привык есть рыбешек вот такого типа размера и формы. Посему очень быстренько он эту и цепанул.